Добрый день. Искренне рад приветствовать всех наших гостей на нашем мероприятии. Сегодня у нас первый день мероприятия, который будет посвящен больше эволюционному процессу разработки, естественному отбору, как мы назвали, нашу конференцию. А завтра, второй день конференции, будет в большей степени посвящен разработке мобильных решений. Итак, меня зовут Алексей Флоринский, я соучредитель, управляющий партнер компании Simbersoft. Я работаю в компании с самого дня ее основания, 18 лет назад. Прошли весь путь из группы в 10 человек до компании, на сегодняшний день 600 человек, из которых 500 с плюсом – это специалисты-разработчики. У нас много проектов, и это позволяет нам делать определенные выводы, видеть тренды в развитии именно процессов разработки программных продуктов. В своем докладе я бы хотел порассуждать на такую тему «Inhouse vs. Outsourcing». То есть, какой подход лучше? Я много езжу по заказчикам, вижу разные схемы, вижу полярные варианты этого проявления, радикальные, как только «Inhouse» либо только «Outsourcing». Оба варианта имеют недостатки, с которыми мы сталкиваемся. Я хотел бы найти ту истинную формулу, идеальную формулу, а как же правильно. Итак, пойдем. Когда пора привлекать аутсорсинг, когда работает «Inhouse»? То есть, очевидно, что «Inhouse» команды прекрасно работают в небольшой организации. Там, где идти подразделения, небольшого размера, работает над одним внутренним продуктом, либо над каким-то небольшим их количеством, занимается в большей степени поддержкой внутренних систем, либо незначительным развитием имеющихся информационных систем. В этой ситуации, естественно, аутсорсинг, скорее всего, не нужен. «Inhouse» команда, это небольшая группа, отношения построены на личных связях, весьма эффективно управляется, эффективно достигаются какие-то консенсы, разногласий практически нет, все прекрасно работает. Что же происходит дальше? Мы, конечно же, говорим про большие организации, про рост. И вот компания начинает расти, сама организация, либо она изначально была большая, и IT-подразделение начинает в ней расти. Первое, что происходит, это ресурсное масштабирование. То есть, количество людей в таком подразделении начинает становиться большим. Какие проблемы проявляются? Это проблема управления, вот все, что с этим связано. Очевидно, что это люди, и людей очень трудно масштабировать количественно. Это можно станков закупить, 10 штук, и производство в 10 раз будет больше выдавать результата. С людьми такой эффект не получается, особенно в IT-разработке. Мы количественно масштабируемся, но возрастает конфликтность, возрастают разногласия, теряется управляемость, и непонятно, что с этим делать. Более того, такая «Inhouse» команда, которая начинает ресурсно расти, она работает вне поля IT-шной конкуренции, как это работает аутсорсер IT-шной. То есть, предположим, если у нас некая организация, которая работает в своем бизнесе, она конкурирует в своих услугах, то IT-подразделение является вспомогательным в какой-то степени. И «Inhouse» команда, она замкнута внутри этой организации, она не конкурирует с такими же другими IT-подразделениями. Поэтому я выделил конкуренция, это является движущей силой. То, что делает IT-команду, IT-компанию действительно сильной, которая заставляет ее меняться. А что такое сильная конкуренция? Вот я делаю такое утверждение, что зрелый аутсорсер рождается только в результате воздействия сил сильной конкуренции, потому что он вынужден выживать. А что такое сильная конкуренция? Есть устоявшееся мнение, что сильная конкуренция – это когда много игроков на рынке. Вот тогда конкуренция сильная. На мой взгляд, это не очень верное определение, Потому что сильная конкуренция – это когда конкуренты сильные. А что значит сильные? Это значит, что каждое действие они делают лучше тебя. Они лучше тебя продают. У них лучше реклама, лучше маркетинг, у них лучше производство, у них лучше качество. То есть вот это сильная конкуренция. Когда что бы ты ни делал, всегда есть кто-то, кто лучше тебя это сделал. Вот это сильная конкуренция. Поэтому в таких условиях ты должен себя улучшать. Постоянно себя улучшать. работать над этим, для того, чтобы действительно выжить и быть сильным. Поэтому я утверждаю, что зрелый аутсорсер, который прожил 15 лет на рынке, он именно побеждает в условиях сильной конкуренции, а не просто численной конкуренции. Какими атрибутами он будет обладать, такой аутсорсер? Конечно же, лучший. Он обязан улучшать свои процессы. Что такое улучшать процессы? Это значит разбирать все инциденты, искать, как сделать так, чтобы эти косяки не повторились, эти проблемы, это порождать регламенты, которые являются, по сути, выражением нашего опыта. То есть, как нужно делать, чтобы не случилось каких-то проблем. Эти регламенты описываются, есть служба качества, которая заставляет всю компанию работать по этим регламентам, заставляет разработчиков работать именно так, как там написано, потому что это есть среднодоточение нашего опыта. Мы вкладываем огромный ресурсовый чар, потому что разработчики, люди творческие, они обладают тонкой душевной организацией, и чтобы ими управлять, необходимо находить правильные слова, правильный подход, правильные какие-то действия. В частности, известный фактор, что разработчик, будучи долго на одном проекте, имеет тенденцию выгорать профессионально, да, надо же менять. Именно у нас, ну, например, у нас на сегодняшний день одновременно идет около 70 проектов, то есть разной степени, да. У нас есть возможность проводить ротацию, то есть мы можем разработчиков менять. Именно когда вот начинается эффект вот этого вот HR, вот это выгорание, вот, и для того, чтобы он продолжал профессионально расти, мы даем ему такие возможности. Сокращение time to market – это такой внутренний процесс, который позволяет нам, ну, выпускать чаще релизы, если просто говорить, но на самом деле это такой процесс, который затрагивает, который решается на разных слоях работы компании. Это технологический фактор, технический, организационный фактор, мотивационный фактор. Условно говоря, команда не сможет часто выпускать релизы, делать поставки, если она не замотивирована на это, хотя при этом основные другие технические задачи могут быть решены. Поэтому это очень сложный аспект, который мы целенаправленно решаем внутри нашей компании для того, чтобы выгодно конкурентно отличаться. Управление качеством. Огромный процесс, это не только поиск багов, чуть позже расскажу про это. Полный цикл разработки. Я абсолютно убежден, что зрелый аутсорсер, компания, которая может оказывать услуги, она обязана выполнять полный цикл разработки. Не только кодинг. То есть от идеи до внедрения. Аналитика, процепирование, UX, разработка, тестирование качества. Все. Обладая вот этим полным опытом, команда может эффективно работать на любом проекте. Это атрибуты. Что я часто слышу? Да, хорошо. Все, что я сказал, звучит вроде как правильно, интересно. Но приезжая к заказчику, разговариваю, он говорит, ну это дорого. То есть аутсорс это дорого. Да, конечно, вы все правильно говорите. Но я лучше вот найму разработчика сам себе в штат. Он у меня здесь рядом. Он дешевле. И так далее. Ну да, позиция имеет право на существование. Интересно. Но что мы здесь видим? Если мы говорим, что наша инхаус-команда будет большой, она будет расти, и мы хотим обеспечивать высокий уровень качества, то, по сути, мы будем вынуждены создавать IT-компанию внутри компании. Зачем это делать? Это затраты денег, понятно, и самое главное, это затраты времени. То есть руководство компании вынуждено будет затрачивать свое время на создание компании внутри компании, а время это невосполнимый ресурс. Ты его потратил, значит потратил. И значит ты его не потратил на усиление своих услуг конкурентных, в поле которого ты конкурируешь. Ты потратил на что-то другое, на создание IT. Зачем? Не очень понятно. Таким образом, мы утверждаем, что инхаус-команда аналогичного уровня качества обходится дороже, потому что затрачиваются ресурсы на ее создание, а не только на поддержание. Самый частый тезис, который я слышу, приезжая в гости к заказчикам, это нам нужно нанять еще разработчиков. Когда руководитель инхаус-команда говорит, да, у нас в планах мы еще пять человек сейчас нанимаем, мы, в общем-то, все потребности закрываем. И так постоянно, это бесконечный найм, который к чему приводит? Приводит к тому, что рано или поздно порождается неэффективность. За неэффективность нужно, естественно, платить. То есть есть люди, которые, когда команда очень большая, которые выполняют какую-то работу, которую можно автоматизировать. Или, может быть, которая не очень нужна. Например, я очень редко слышу про такое явление, что в инхаус-командах происходит увольнение. Мы же, чтобы сохранять конкурентность, постоянно, ну, в кавычках, чистим кадры. У нас есть система грейдов, мы оцениваем разработчиков, мы их постоянно обучаем. Тот, кто не успевает, к сожалению, до свидания. Поэтому это очень серьезный процесс. В инхаус-командах это редкий случай, когда такое происходит, потому что каждого жалко. Пример, как это не работает. Это вот реальный пример, который в одной организации я наблюдал. Полностью IT-подразделение, очень большое IT-подразделение свое, разделено на группы, направления. В частности, одно из направлений – это направление тестирования. Как работает? У них внутренняя система хозрасчета. Бизнес-подразделение со своими проектами приходит в это направление тестирования за этой услугой. Типа протестируйте, у нас вот там через неделю релиз. Соответственно, они оценивают, говорят, здесь такая-то стоимость. И заказчик, он начинает думать, как ему сэкономить, хватает ему денег или не хватает. Это бюджет здесь определенный. И это вливается в то, что все начинают экономить на тестировании. То есть, внутренний бизнес-заказчик у своего подразделения тестирования по сути покупает неполный объем тестирования. То есть, только critical, только еще что-то, только новую фичу протестировать. А может быть, даже, давайте вообще без тестирования, сразу релиз. Это приводит к радикальному падению качества, естественно. Это вот как оно работает. Более того, здесь мы вообще не говорим про обеспечение качества, мы говорим только про поиск багов. При этом они думают, что они обеспечивают качество. А в чем разница-то? Разница в том, что обеспечение качества – это не только поиск багов. Это выстраивание коммуникаций. Это работа с инцидентами. Это работа на уровне кода. Это работа на уровне производительности, архитектуры. Это масса всего, масса аспектов, которые у нас по дефолту входят в любую команду. У нас в любую команду входит QA Elite, который занимается вот этим. Он отслеживает все эти аспекты, он заставляет команду обращать на них внимание, обращать PM на эти аспекты внимания, то есть приоритетизировать их и исправлять в конце концов. То есть это даже входит и в коммуникации с заказчиком, насколько они правильно выстроены. Резюмируя. Наш опыт базируется на том, что мы делаем много проектов. Базируется на том, что в результате этих проектов мы сами себя улучшаем. Стараемся выразить это в том, что мы создаем определенную внутреннюю бюрократию, которая действительно работает, направленная на то, чтобы проекты выходили в срок нужного качества. И эту услугу, вот эту фокусированную услугу можно купить, которая лишена своей внутренней неэффективности человеческой. Это логотипы наших рейтингов. То есть это организации, которые подтверждают наши компетенции, как третья сторона. То есть мы не сами про себя утверждаем, а вот они тоже, это все на нашем сайте можно увидеть. То есть, например, аналогичные рейтинги в инхаус-командах я никогда не видел, чтобы они на это заморачивались. Далее. Знания. Мы внутри сильно уделяем время обмену опыта. В чем это выражается? Что есть определенный процесс, который мы проводим через все проекты и собираем технические артефакты. А именно, так называемые антипаттерны, я их называю, это как делать нельзя или как то или иное техническое решение не работает. Это то, что нагуглить вообще нельзя. У нас накоплен большой опыт, вот, например, по этим четырем позициям. То есть мы знаем, как не работают микросервисы, как их нельзя проектировать, как их нельзя использовать. На интеграциях огромный опыт, начиная от обмена файлами, заканчивая корпоративной шиной системы, информирование об ошибках, алертах и так далее. То есть, очень широкий спектр решения вот этих задач. Мы это собираем, документируем и в обязательном порядке доводим до всех разработчиков, чтобы все были в курсе, как их коллеги работали, какие грабли собрали. То есть, это тут внутренний обмен опытом. Также есть вот такая типология IT-подразделений, которая показывает их положение либо развитие. Первый уровень – это так называемый моторный отсек, моторное отделение, которое вот просто работает в корабле, тащит его и на этом все. То есть, оно просто выполняет некую обязательную, нужную функцию. А высший уровень, степень четвертая – это IT как бизнес. То есть, IT – это есть суть самого бизнеса, которая выступает в конкурентной основе. То, что я выше говорил. То есть, по этой схеме можно видеть, где вы находитесь, например. Теперь перейдем дальше, отвечая на поставленный в начале вопрос. Если взаимодействие возможно, то какое? Все-таки вернемся. Как это делать правильно? На текущий момент мы выдвинули такую формулу, долго и внутри обсуждали, практиковали на разных проектах. И, видимо, это следующим образом. Вот такое разделение. То есть, некая золотая середина. В чем суть вот этого разделения? То, что организация должна развивать свое IT-подразделение, в задачи которого будет входить создание, поддержка и развитие своей инфраструктуры, на которой будет разрабатываться все программные продукты, автоматизация всех операций, то есть, чтобы организация умела из исходников сделать приложение, сама самостоятельно, это ее компетенция обязательная, ведет все метрики отчетность по разработке, то есть, меряет скорость работы любой команды, как своей, так и внешней, показывает отчеты руководству, управляет этим процессом, развивает методики разработки, то есть, постоянно перенимает опыт разработки себе от внешних команд, содержит свои внутренние базы знаний, базы данных, где это все собирается, аккумулируется и сохраняет экспертизу. Цель инхаус команды – это сохранение экспертизы у себя. Вот такую модель мы видим абсолютно идеальной для организации, суть бизнеса которой – не эти услуги, то есть, например, любая финтех-организация. А вот аутсорсинг команда – это уже непосредственно как раз разработка, тестирование, аналитика, то есть, выполнение самой сути работы. И все, что порождает аутсорсинг команда, переходит внутрь инфраструктуры, внутрь знаний инхаус команды. То есть, вот такое вот взаимодействие видится наиболее эффективным, потому что инхаус команда в этом случае компактная, она потребляет мало ресурсов, она позволяет сохранять при этом всю экспертизу. Она не размазывается на там много аутсорсеров или на много своих людей, она позволяет именно создавать эффективно свои продукты и подключать то количество аутсорс-команд, которые необходимы. Отключать их, расширять, сужать и так далее. Теперь цифровая трансформация. Очень часто мы это слышим, что в организациях запущен процесс цифровой трансформации. Это некая стратегия, IT-стратегия развития организации. Хорошо. А возможно ли цифровая трансформация подразумевает изменение себя? Есть инхаус команда, и мы вот говорим, с завтрашнего дня мы начинаем трансформироваться. Это подразумевает самоанализ, самоизменение, самокритику, какие-то метрики самого себя. Все мы знаем, что измерять собственную эффективность никому неприятно, если внутреннее сопротивление коллектива. Поэтому мы утверждаем, что цифровая трансформация невозможна без привлечения экспертной аутсорс-команды. Только именно вот эта вот свежая кровь, какой-то новый взгляд независимых людей позволяет правильно оценить себя и правильно совместными действиями, шагами осуществить стратегию цифровой трансформации внутри организации. Спасти продукт как услуга. Это наша услуга. И мы видим, что востребованность этой услуги часто происходит там, где инхаус команда очень долго разрабатывала этот продукт. Происходит это из-за того, что продукт, так как инхаус команда работает в неконкурентных условиях, то есть она законсервирована внутри этой организации, они этот продукт как-то делают, и самое главное, происходит, создаются устойчивые, неформальные ограничения в их коллективе, что когда потом разговариваешь с этими людьми, они говорят, да я знаю все эти проблемы, мы пробовали их менять, ничего не работает. То есть инициативы никому не нужны, ничего не пробуй, ничего не будет. В итоге руководство, владелец компании принимает решение о полной передаче другому исполнителю, приходит к нам, мы начинаем смотреть, мы не обременены их историческими какими-то ограничениями, и соответственно начинаем как-то заново развивать продукт. То есть, к сожалению, вот такой результат бывает, это не выдумано. Теперь, с чего начать? Понятно, что если организация решила привлечь аутсорсера, то надо с чего-то начать и к чему-то стремиться. Вот это правная точка, какая может быть. Вполне очевидно, что наиболее выгодно отдать на аутсорс разработку такой информационной системы, которая не лежит, ну скажем, на критическом пути, которая не является какой-то супер важной в организации. То есть можно отдать разработку вспомогательных информационных систем. Это любые проявления CRM-систем, это некое мобильное приложение или разработка личного кабинета для ваших клиентов. Вот что-то из этого. Такие проекты позволят выстроить отношения, закрепить их с аутсорсером, понять друг друга, выработать формат взаимодействия, найти его наиболее какие-то удачные проявления и дальше двигаться. А куда двигаться? Высшую степень взаимодействия мы видим вот такое. Это партнерство по развитию бизнеса. Что оно в себя включает, это понятие? То, что организация начинает отдавать этой аутсорс-команде по сути прототипирование бизнес-идей. То есть понятно, что каждая организация заинтересована в развитии своего бизнеса. Развитие, как правило, строится на тестировании тех или иных идей. Чтобы их тестировать, их нужно уметь быстро разрабатывать. Поэтому крайне удобно отдавать их на аутсорс. То есть придумали идею, может быть, даже совместно придумали и просто ставится задача. Проведите исследование, КАЗДФ, мои коллеги об этом расскажут, как это делается. Дайте какие-то осязаемые результаты, доказательства того, что это будет работать. Оцените MVP-версию и запускаем производство. Внедряем, получаем фидбэк, думаем, что делать дальше. Не пошло, закрываем, прототипируем следующее. То есть это как раз партнерство по развитию бизнеса. Потом, когда выпущенная MVP-версия пошла в гору, то она может быть переданной хаус-команде. Мы такое тоже не раз видели. То есть уже как бы на поддержку, на развитие уходит внутрь. И риски привлечения аутсорсера, которые непосредственно мне озвучивали, когда я разговаривал, приезжая к клиентам, к заказчикам, к потенциальным заказчикам. Самое главное, это что если я буду отдавать все на аутсорс, я не смогу на это влиять. Если вы будете разрабатывать долго мой продукт, я не смогу никогда вас заменить никем. Ну, потому что вы будете контролировать ситуацию, да. И потеря своей экспертизы. То есть вы, получается, будете обладать моей экспертизой. То есть я как бы инвестирую в то, что вы моей экспертизой будете обладать. Страхи понятны, но как их можно убрать? Как мы это делаем? Мы делаем так, зная вот эти риски, мы умышленным способом специально предлагаем, вот как я показывал слайд, кто что делает, ролевое разделение, да, мы предлагаем заказчику у него развернуть инфраструктуру, у него сохранять экспертизу, передавать работу аналитики на его территорию, внедрять правильные процессы, обучать его людей. То есть делаем все то самое, что позволяет полностью устранить эти риски. То есть не просто отдайте нам ТЗ, через два месяца держите программный продукт, как мы его сделали, неважно. Нет, мы совместно делаем, мы вам все отдадим, все артефакты, всю инфраструктуру, все СИА, все сборки, объясним, как это делать, как его выкладывать в App Store и так далее. То есть именно выстраивание долгосрочных отношений и минимизация рисков. Так, у меня все. Если есть вопросы, готов ответить.